Древняя китайская человечность, что больше всего поражает человека, это то, что настоящий Китай никогда не был варваром, ни жестоким, ни злым, не имеет ничего, что раздражало бы тебя. Если бы описать одним словом, то мягким. Настоящий китаец может быть грубый, но шершавый не вульгарный. Может быть и уродливый, но безобразный не уродливый. Может быть вульгарный, но вульгарный не агрессия и не шум. Может быть глупо, но глупость не смешная. Может быть хитрая, но коварно не злая. Китайцы живут в эмоциональной или гуманной дружбе и дружбе, в жизни души, которая может быть настолько сильна, что они слишком пренебрегают чувствами людей в мире, который состоит из тела и души, чтобы поддерживать их чувствительность. У китайцев нет религии, ни китайцы не хотят религии, и тем более правильно, потому что они не испытывают потребности в религии. Китайский даосизм и буддизм, а развлечение храмов, церемоний и обрядов, это нечто большее, чем поучение и наставление. Они вызывают у китайцев чувство эстетики, чем моральное чувство и религиозный факт. Они прибегают к воображению больше, чем к духу или душе людей.